Какое наказание будет, если просрочил визу или безвизовый режим в Турции? Сколько придется заплатить? Будет ли запрет на въезд? Сегодня видео об этом. Ты на канале Турки Спейс, меня зовут Олеся. Я Владимир. Погнали! В жизни бывают всякие непредвиденные обстоятельства, которые не получается предвосхитить. И порой бывает, что закон нарушаешь не потому, что ты вот такой вот злостный нарушитель и рецидивист, а потому, что это было меньшим злом, чем второй путь. А сейчас времена настали сложные, и люди, трахе за свою жизнь, приезжают туда, куда пустили, без какого-либо плана, а что дальше? Им далеко не всегда хватает времени, отведенного безвизовым режимом страны, на разработку дальнейшей стратегии. А нарушение срока пребывания в той или иной стране всегда ведет к штрафу или запрету на въезд. Мы расскажем, чем грозит нарушение срока пребывания в Турции. Нарушение срока пребывания начинается со следующего дня окончания визы или срока безвиза. Например, если виза до 21 числа, то нарушение считается с 22 числа. Или если безвиз заканчивается 21, то нарушение с 22 числа. Если ты нарушил визовый режим и в аэропорту оплатил штраф и сразу выехал из Турции в любую другую страну, кроме Северного Кипра, то запрет на дальнейший въезд в Турцию наложен не будет. Если визовый режим нарушен до 10 дней просрочки, то в аэропорту накладывается штраф. Нужно его сразу же оплатить там же в аэропорту в отдельной кассе и выехать из страны. Но здесь появляется возможность въехать в страну обратно в тот же день, при условии, что ты подпишешь бумаге о том, что обязуешься подать документы на оформление любого вида ВНЖ в течение 10 дней. Если этого так и не будет сделано, то тогда помимо штрафа будет наложен запрет на определенный срок при выезде из страны. Если при нарушении срока пребывания в стране штраф на месте в аэропорту не был оплачен, то накладывается запрет на въезд до момента оплаты штрафа. При повторном нарушении визового режима или безвизового нахождения, в том числе если ты обязался подать документы на ВНЖ, но не сделал этого, помимо штрафа налагается запрет на въезд в страну в зависимости от срока просрочки пребывания в Турции. На практике это происходит по следующей схеме. За просрочку до 3 месяцев, причем последний день 3 месяца не входит в определенные рамки этих 3 месяцев. То есть получается не 90 дней, а 89, 2 месяца и месяц за минусом последнего дня. За просрочку от 3 до 6 месяцев запрет также на 3 месяца. От 6 до 1 года запрет на 6 месяцев. При проживании более 1 года запрет на въезд от 1 года до 5 лет. Максимальный срок запрета может составить максимум 5 лет. Если у вас закончился срок ВНЖ и вы не покинули страну в течение 10 дней, то к вам будут применены меры запрета на въезд в любом случае. Ну, это помимо штрафа. И запрет могут поставить от 3 месяцев до 5 лет. Все зависит от срока просрочки легального пребывания. Если же вам отказали в ВНЖ и у вас при этом еще остались безвизовые дни, вы можете не выезжать из страны, а продолжить пользоваться своими безвизовыми днями. А что там по деньгам расскажи? Официальной информации на этот счет нет. Поэтому пришлось перечитать разные статьи на эту тему в интернете. И в интернете существует 2 версии определения суммы штрафа. Одна значит 50 долларов за 1 месяц просрочки и за каждый последующий по 10 долларов. И я вывела некую формулу подсчета суммы штрафа. Формула первый месяц просрочки в долларах, плюс сумма за остальные месяцы в долларов, плюс стоимость визы и плюс стоимость пластиковой карточки ВНЖ. Для каждой страны установлены фиксированные суммы в долларах за первый месяц просрочки и за последующий месяц. Для всех стран цены свои. Рассмотрим пример. Предположим, что вы из России. Срок разрешенного пребывания в Турции владельцем российского паспорта 60 плюс 30 дней. Плюс 30 дней это означает, что вы через 60 дней непрерывного пребывания в Турции выехали в любую соседнюю страну. Тут же въехали. Называется это виза рам. А вы вместо такого 90-дневного пребывания прожили в Турции, например, еще 90 дней. Получается нелегально 90 дней. Для России цена первого месяца 14 долларов. Каждый последующий месяц по 3 доллара. Цена визы 0 рублей. Таким образом, получается, что 14 долларов плюс 6 долларов плюс цена за пластиковую карточку ВНЖ. Получается, что 20 долларов и цена карточки, в данном случае 160 лир за 3 месяца просрочки. Это получается то, что вам нужно будет заплатить. Да, около 30 долларов. С детей взимается тоже штраф. Ребенок платит штраф половину от суммы взрослого, если ему еще не исполнилось 18 лет. Но если ребенку на территории Турции уже за время пребывания здесь исполнилось 18 лет, то на момент прохождения пограничного контроля штраф будет взиматься уже как со взрослого человека. У большинства стран цена за первый месяц просрочки составляет именно 50 долларов, а за последующие 10 долларов. И лишь для нескольких стран установлены цены ниже. Ну, например, для Белоруссии это 18 долларов за первый месяц и по 5 долларов за последующие. Ирак это 10 долларов и по доллару, соответственно, за последующие месяцы. Ну и Россия 14 долларов в первый месяц и 3 доллара последующие. У граждан Таджикистана в интернете актуальной информации нет, но там какие-то свои фиксированные суммы. Ну, а стоимость визы для своей страны обычно каждый знает сам. Ну, а если нет, то информацию можно найти вот на вот этом вот сайте. Чтобы оплатить штраф, необходимо прибыть в аэропорт с билетом до своей страны и обратиться к полицейскому, который составит протокол и посчитает сумму штрафа. И дальше направит вас в кассу. Там оплачиваете штраф, получаете квитанцию, которую нужно предъявить пограничной службе. И не забудьте спросить у сотрудника кассы, где вы платите, нет ли у вас запрета на въезд. На всякий случай. Имейте в виду, штраф можно оплатить только турецкими лирами и только наличными. Никакую другую валюту не беру. И оплата карты тоже невозможна. Поэтому вопрос у нас все. Подпишитесь на наш канал, чтобы нас становилось больше. Свои вопросы задавайте в комментариях. Также связь, возможно, через почту, указанную под видео. Ставьте пальцы вверх, чтобы видео чаще показывалось алгоритмами Ютуба. Не забывайте про колокольчик. Еще под видео есть наш сайт, куда можно обратиться за помощью в аренде жилья Турции. Обняли, подняли и немножечко хрустали, чтобы было приятно. До свидания.